сейчас по интернету бродят не десятки нет тысяч тысячи тысячи материалов я прокомментирую я уже не лезу туда не то брат вышли то еще кто-то реки прокомментируйте все знают что я борюсь тем что заглубленные семена превращаясь деревья потом быстро быстро погибает причем люди не знают почему у них там под землей корневая заглублена и вот такой кусочек штампика вот такой вот даже вот такой 1-2 сантиметра если он влажный влажный заметил может быть над землей но если он влажный и под землей то он обязательно сгниет и вот членское дерево начинает покрываться мхом лишайниками вот листья начинает гибнуть покрываться паршой покрываться манере чем угодно и даже вы знаете даже с грибом трудовиком борются вот сейчас я возьму и обрублю обрубили попрыскали ладно не буду над ними дальше смеяться и так для посевных гряд надо выбирать место защищенное от холодных сухих ветров а знаете это когда волны печатаны откуда ноги растут и как получилось что после этого 100 150 лет продолжали купить деревья это 19 век нет от меня по верению слышите знаменитого автора позже его спокойно вроде бы все правильно защищенное от ветров до перекапать 50 сантиметров глубины я этого никогда не пойму полметра перекопать а как я и так и так я слабо ты на ты и так и так и так сделал я до сих пор поверьте только сейчас хвастался что были сотни изобретений не могу сообразить и все как это скопать полметра глубину если только яму полметра выкопать это имеется ввиду так до посева снова взрыхлить землю я буду всю землю сухой в жарком климате гряды делать углубленными четыре с половиной девять сантиметров но если к девять сантиметров это почти два спички коробка и вот что интересно шухом жарком климате правильно пишет но он сегодня сухой а потом ой теряем погибли только потому что вдруг пошли дожди и у меня было абсолютно сухое лето я сколько рассказывал и абсолютно мокрое и вы и абрикосы не один не погиб только потому что они на холмах и ни одна корневая шейка не заглублена даже зависимо как ну конечно заболевать нельзя а кто сказал что человек купил ткнул и забыл лучшее время для пассива осени ну тогда осень а значит мой украинский друг подчеркиваю украинский друг украинский я мог стать просто друг украинский друг валерий сандрович присылает мне фотографию ребята мы занимаемся учебой другое дело если пункт 1 пункт 2 я так не умею усыдете раз во-вторых так не забудете а я должен расшифровать сегодня присылает мне фотографию на фотографии я тер 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 глаза проснулись и выпустили корешки эти самые песики хасанские которые по моей просьбе теперь будет называться хасанские железо он хотел переименовать хакасский вот но я не такой наглый пусть будет хасанский но железо скромно и вот получается на фотографии наверно в следующий раз покажу мне чтобы показать надо зайти на это самое на как он называется ватсап а там увидите сразу десятка чужих этих телефонов и хорошо поэтому не будем значит фотография потом они уже просулись а прошло всего кажется валера неделя до кажется вот и вот эта неделя и тогда значит но это без меня знаете для вас почему так случилось то время когда мы вся страна не может просыпить как просыпить другое слуха зайти извините вы стою быстро я так переживал из-за этого самого первого часа как я расскажу рассказал как мог проклюнулись ну сладо слово проклюнулись несколько десятков показал а почему они лежали долго он второй сбор делал уже после нашего знакомства после того когда я сказал что им цены нет он уже сейчас бы он стать миленером они стал но он бы мог только заработать даже если не как я по 100 рублей его с этим смезлино продавали кошку персика на того стоит 100 рублей даже под вас по 50 рублей продавал русскими рублям допустим он вот нормально брыжу нормально зарабатывал и дальше развивал это направление а то он не знал что они такую цену имеют вот оттаяла земля где-то в декабре взял и в натальше земля пошел собирать плоды и плоды посылки персика хасанские которые уже были стратифицированы потому что упали они середине лета и все это время дали стратифицировались естественным путем видится вам такие знания что такое ускоренность сертификации вы теперь знаете способ который применяется любая до всякий случай скажу раз уж зашел разговор об этом почему зашел разговору все время написать для просила осень но если больше не сгрызут ну наверно осень но он имел ввиду и конкретный сорт а тут у него речь идет о семечках вот и о косточках сейчас покажу перед посевом севина кладут вода некоторое время а грушу айвовы подольше бочат и выну перетирает в общем естественно сертификацию вот мы как бы сейчас прошли вот это уже обратите внимание сюда как все это фонография не этого года а то скажете с чем же успел сертификой застанавливать агро абрикос нет это будет февраль поэтому я просто вообще план нужно показать в этом году еще не делал за этого года нет они будут так потом вы получаете эти упакованные сюда и сразу перетариваете такой же влажность и песок можно более крупные банки вот эта фотография я сюда курдился человек взял получил у меня посылку а я еще там удился рюкс себе оставил без фруктов и умеешь голову похудеть только в нижнем отделении есть маленьком против все занял все он говорит там чуть ли не по одной штуке в банке чуть ли не по одной штуке так он старался но холодильник занял наш настоящий франатик французский процент